Если кто-то слушатель не знаком с электроникой, я несколько основных правил, как конструировать электрические приборы, все-таки приведу. Это необходимо знать, прежде чем что-то делать, чтобы не повредить оборудование и компьютер. В общем, любое электронное устройство, датчик, моторчик или что-нибудь еще, чтобы оно работало, оно должно быть подключено к источнику питания. Мы здесь рассматриваем только устройства, работающие с постоянным током, поэтому они должны быть подключены к плюсу, к положительному источнику, и к минусу, к отрицательному. На всех схемах стараются плюс обозначать красным проводком, минус черным. Дальше на самих устройствах пишут V+, или обозначают вольтаж, это когда плюс. Если это источник питания, то так обозначают выходное напряжение, если это датчик, то так обозначают, что к ним нужно подключить. То же самое касается минуса, это V-, в русских схемах это называется земля, в английском GND или ground, и обозначается вот таким заземлением. В разных схемах понятие отрицательного напряжения и земли может отличаться, но вот в простых схемах, которые мы рассматриваем, это одно и то же. Второе правило. Обычно устройства, которые что-то дают, например, датчик, датчик температуры, они имеют еще другие контакты, и они выдают информацию о себе в виде еще дополнительных проводков. Если же это, например, мотор, то есть это устройство-актуатор, которое как-то влияет на физическую реальность, то наоборот, у него есть сигнальный контакт, который может принимать информацию извне, например, скорость вращения. Но основное правило самое третье. Никогда нельзя подключать плюс с минусом, даже если у вас, например, есть реле, если вы замкнете, тоже это недопустимо. То есть всегда необходимо, чтобы на пути тока от плюса к минусу стоял какое-то устройство, которое не дает току течь безостановочно. Потому что если этого не произойдет, то даже при подключении к обычному компьютеру, там, что там, 5 вольт дается с USB, все равно это достаточно, возникает большой ток, и это приводит к тому, что, во-первых, сначала возникает запах и дым, вот, потом, в общем, ну, в лучшем случае блок питания сгорает. В худшем случае вот у меня вот на одном из ноутбуков, например, выгорел USB, вот, канал, это очень неприятно. Ну и если для детей тоже это очень опасно, то есть эта вещь, она очень сильно нагревается, и можно получить ожог. То есть я в детстве тоже, когда случайно у батарейки 4,5 вольта соединил, то есть была очень большая температура. Это, пожалуй, самое главное правило. То есть вы, когда экспериментируете, вы должны это, ну, как сказать, всегда проверять. Если есть вольтметр, то перед подключением платы, если вы сомневаетесь, вы можете проверить, соединить плюс с минусом без питания. Если между ними покажется, что есть прямой контакт, то вот вы должны проверить свою схему и изменить ее, прежде чем втыкать ее там в компьютер. Так, следующее, что нам понадобится, это понимать, что есть аналоговые устройства, есть цифровые. Аналоговые устройства – это вот потенциометр, это самая простая какая-то вещь, которую можно использовать для регуляции, например, громкости на усилителях. Аналоговые устройства, оно выдает сигнал в вольтах. То есть если подключить к нему вольтметр, то можно увидеть и менять данные, например, температуру менять или вращать в рычаг ручку потенциометра. Цифровая электроника, то есть вы ее уже просто так не подключите, например, к какой-то там конденсатору, к резистору. То есть чтобы ее обрабатывать, данные с цифровой электроники, вы должны работать с какими-то контроллерами. Но это окупается тем, что сигналы остаются, запоминаются, передаются без искажений. Сегодня мы посмотрим, как со всем этим работает с помощью контроллера Радуина. В основе него лежит микросхема АВР, то есть это фактически вот, собственно, основной мозг. Здесь уже есть и память, и процессор, и различные там аналогоцифровые преобразователи. То, что делает Радуина, это просто, как называется, обвязка. То есть это удобный интерфейс просто для подключения. То есть на самом деле профессионалы, они работают прямо с этим микроконтроллером, программируют его, то есть, как называется, прошивают, подключают к нему устройство. А вот для каких-то простых экспериментов, для, может быть, не очень профессионалов, типа меня, как раз удобно использовать такие обвязки. То есть здесь уже есть интерфейс для подключения к компьютеру по USB, и эта плата, она сразу запитывается оттуда. Хотя есть дополнительное питание вот отсюда, можно без компьютера. чтобы она работала. Есть аналоговые входы. Это значит, что мы можем к ней подключить, например, потенциометр или там датчик температуры, и она будет оцифровывать сигнал и передавать его нам в компьютер уже в цифровом виде, в виде чисел. Есть питание плюс, тут написано 5V и GND, то есть плюс-минус. Для современной аппаратуры есть питание 3,3 вольта, то есть, ну, многие сейчас современные устройства работают уже с пониженным питанием. Есть у нее цифровые входы-выходы, то есть устройства типа GSM, вот различные цифровые акселерометры, гироскопы, их можно подключать через цифровые входы. Ну, есть еще суперскоростные, так называемые, E2C цифровой интерфейс. Интерфейс, мы его сегодня рассматривать не будем, но он тоже есть, и тоже многие устройства подключаются через него. Вот что такое Arduino, то есть, фактически, это микроконтроллер, к которому добавлены удобные развилки, чтобы можно было в них удобно подключать провода. Вот здесь показан пример, как можно подключить потенциометр к Arduino, то есть, потенциометр – это переменный резистор, то есть, он плавно переводит напряжение, скажем, от нуля до полностью открытого состояния, то есть, до 5 вольт. То есть, когда мы ручку скручиваем влево – 0, ручку скручиваем вправо – это 5 вольт. Значит, так, черный провод подключаем к земле, красный провод подключаем к 5 вольтам, а серенький провод подключаем к 0, то есть, к аналоговому входу – 0. Следующее, мы запрограммируем ее, то есть, есть среда разработки бесплатная, она разработана, сделана из процессинга, то есть, есть такая среда программирования процессинг, и вот они ее адаптировали, разработчики Arduino, и теперь вот есть такая вот программа. То есть, эта программа, она состоит всего лишь из нескольких строк, сетап запускается при старте контроллера, или когда вы его перезагружаете, и она включает сериал. Сериал – это интерфейс обмена с компьютером, то есть, серийный порт, раньше он назывался RS-232, сейчас называют его сериал, и, в общем, это фактически просто печать в консоль, обычная консоль. И мы говорим, что мы хотим вести обмен со скоростью 9600 бот в секунду, то есть, бит в секунду. То есть, поделив на 8, мы получим, что скорость обмена по сети, там, несколько, ну, около килобайта. Дальше, луп. Это функция, которая выполняется после старта микроконтроллера. Она делает считывание аналогового сигнала с аналога цифрового преобразователя А0, делит значение на 1023. Но дело в том, что АЦП, то есть, аналога цифрового преобразователя в Ардуино, они выдают значение от 0 до 1023. И вот мы делим, получаем число от 0 до 1. И последней строкой мы печатаем это значение в серийный порт. Мы сейчас подключимся вот к как раз консоли. То есть, сейчас компьютер считывает значения, которые приходят по серийному порту с Ардуино, и выводит их на экран. Вот я сейчас вращаю, вот я перевел ручку в левое крайнее положение, и вот я веду ее плавно к правому. Но это всего лишь мы с вами вывели эти данные на экран. То есть, мы пока в программах своих никак это не используем. Как это использовать в программах? Для этого нужно... Ну, я покажу это на примере OpenFrameworks, хотя это можно делать в любой среде, там, в питоне, в процессинге, в MaxMSP. То есть, мы объявляем объект в типа Serial, и еще объявляем ряд вспомогательных переменных, в частности, переменную Value, которая будет хранить значение, которое пришло. Затем открываем его, 0 это номер устройства. То есть, мы к компьютеру можем подключить хоть сколько Ардуино, там, ну, 4, 8, 10. Сколько хватит у нас USB портов? На скорости 9600. Здесь мы еще звук открываем. То есть, просто я хочу, чтобы тон звука менялся от значения, которое приходит с Ардуино. Затем Update мы... Это Draw, точнее, вот Update. Мы считываем данные Serial ReadByte и накапливаем их в строку. Как только мы накопили и получили символ backslashm, то есть обратный slashm, это значит, что пришла полная строка. Мы ее конвертируем в число типа Float, то есть вещественное число. И все. У нас есть теперь Value, число от нуля до единицы, которое пришло с Ардуино. Здесь мы устанавливаем тон звука в зависимости от этой величины. А в функции Draw мы рисуем. То есть, включаем заливку, устанавливаем белый цвет, устанавливаем, что кружки у нас будут рисоваться из 60 отрезков, и рисуем кружок в центре экрана, радиус которого пропорционален значению. И еще выводим это значение Value на экран в виде текста. Давайте это посмотрим, как это выглядит. Вот я сейчас буду вращать. Ну, в общем, вот. Да, и там вот слева вверху пишется значение, которое приходит. Ну вот, то есть простейший уже способ, значит, понятно, что это можно как-то обобщить и управлять не только размером кружка, а использовать для каких-то различных инсталляций. Например, к этому потенциометру можно вместо этого кнопок, так называемого, который вращается, вместо него можно сюда надеть просто какое-то другое устройство. Например, это может быть рычаг, который как-то шевелится от ветра или еще как-нибудь. То есть, можно сделать флюгер, который вращается от ветра и, так сказать, меняет параметры, которые придутся в компьютер, и тем самым мы получаем направление ветра в каждый момент времени. Ну вот, что касается ввода данных в компьютер. Ясно, что Ардуино позволяет не только выдавать данные в компьютер, но и выдавать их на другие устройства. То есть, можем подключить цифровые выходы и, например, управлять моторчиками. Например, если дует сильный ветер, то мы можем, например, чтобы включались какие-то подсветки. То есть, в зависимости от направления ветра, цвет подсветки крыши менялся бы. Для этого нужно просто Ардуино подключить к источнику питания и не подключать совсем его к компьютеру. Но я хочу сейчас показать, вот, примером с кругом, еще один датчик вам. Вот, он тут покрупнее нарисован. На самом деле, он очень небольшой. То есть, сонар, он состоит из активного пьезоизлучателя, который излучает звук и способен его поймать. То есть, частое излучение, кажется, там 20 кГц или 40 кГц. То есть, он такой щелчок излучает и меряет время, когда сигнал похожей частоты вернется. И выдает эти данные через шим как раз вот вовне. Он может выдавать это и в цифровом виде. Так вот, это идеальное какое-то устройство для создания инсталляции, когда нужно проанализировать, что человек куда-то подошел и поднес руку. Причем, это не просто измеритель факта, оно и, как сказать, он выдает прямо в метрах значение.